друзья всем привет сегодня у нас видео вот такой вот обалденный нежный фисташковый беглипчик это орхидея появилась у нас на канале несколько лет назад вот таким вот с мизинчиком размер с мизинчик подросткам в числе нескольких десятков орхидей которые покупал в девятнадцатом и в двадцатом году об украине у продавца в интернете и значит этот беглипчик был был без названия просто был тестовый номер обычный тестовый номер просто шел под названием как нежный фисташковый беглип и повторюсь что вот из такого маленького маленького подростка мы с вами его вырастили дорастили до полноценного такого размера растения чтобы можно было пересадить в архиату смешанную с грунт значит архиата смешанные с мхом с фагнумом вот такая вот у нас сейчас посадка за несколько лет это его не первое домашнее цветение этого беглипа здесь видны вот цветоносы предыдущих лет цветение 1 2 вот он 3 3 может быть еще что-то где-то орхидею в прошлом году надо было омолаживать она уже выросла видите вылезла из горшка но руки не доходили и вот буквально на днях позавчера поливая всю свою коллекцию орхидеи я заметил на поверхности этого горшка вот такой видите налет это даже не налет а скорее плесень видите такая как бы паутинообразная что ли но не паутинообразная как знаете как пыль что ли вот как свалявшаяся пыль сверху это конечно с одной стороны похоже на триходерму она такая знаете не белая какая-то бежево-зеленоватое что ли вот здесь вот тоже видно хорошо не знаю камера передает не передает но вот я своим зрением вижу вот этот вот пушок такой и сегодня решил вместо полива ну как вместо полива совместить полив этой орхидеи вместе с профилактической обработкой этой орхидеи от широкого спектра патогенной среды буду делать обработку это орхидеи замачивание корневой потому что не хотелось бы чтобы корни у этой орхидеи начали гнить или еще что-то с ней стало происходить тем более что в принципе корни за несколько лет у этой орхидеи вполне себе хорош единственное что вот в этом месте видите на стыке где горшок прислоняется к кашпо у нас немножко здесь вот немножко у нас здесь проблема такая так сейчас я так вот здесь наверное я очищу очищу друзья сейчас возьму салфетку очищу часть сгнившего виламена дом вот этой серединке корня до внутри который идет стержень через который прямо так вот до живого я сошкаблю это заметно так он видите даже здесь коричневый всего до зеленого весь бежевый коричневый виламен счищу так салфеткой протру и эту часть я возьму корицей сверху здесь и здесь ну а сам а сама орхидею мы с вами сейчас польем с фунгицидным средством средство которое обладает у нее два действующих вещества хоть средство хорошие но она у меня уже подходит концу срок годности у этого средства и пора его расходовать вот этого средства два действующих вещества на хорошо влияет на широкий спектр патогенной среды поэтому я хочу сегодня показать вам что буду делать с этой орхидеечкой такая профилактическая обработка ну и заодно польем вчерашнюю орхидею aladdin которую пересаживал и рассказывал что буду как буду поливать эту орхидею для этого возьму сейчас он такую емкость вот и пока у нас будет во втором бокале замачиваться орхидея возьму полтора миллилитра на один литр воды привикур energy так один миллилитр еще и еще пол еще пол миллилитра вот полтора миллилитра привикур energy это фунгицид магазинах свободной продажи практически у нас не встречаются там где я живу как-то попал на распродажу такой недорогой был ценник у этой у этого фунгициды купил несколько капсул по двадцать по моему 5 миллилитров ну и все вот уже последние миллилит заканчиваются с ее срок годности тоже заканчивается общем вот так я сейчас поверху буду проливать чтобы смачивался полностью ком верхней грунта вода подымалась здесь так а надо было ухты у нас виде смотрите кто вылез опа грибной комар крупный такой они любят питаться в том числе вот этой разлагающейся органикой которые находятся в горшках ну хочу уже наверное четвертый год пошел как у нас вот эту орхидея находится в этой посадке вот так вот я с другой стороны с цветоносом боюсь зацепить за штатив у него так активно растет кончик вот так а сейчас прохладно стало ночью температура у меня в орхидейной комнате опускается до 17 18 градусов соответственно эти грибные комарики пытаются где-то там в грунт запрятаться и вот они прячутся в грунт нужно еще и профилактику делать обрабатывать сами то по себе они не несут вреда орхидеи они ничего не делают они просто кушают точнее отсаживают личинок в грунт эти личинки потом кушают разлагающиеся вот эту вот органику когда их мало они ничего плохого не делают корням когда их слишком много то да они могут знаете как на кураже поедая вот такую вот разложившуюся отмерзшую ткань и зацепить перейти на живую вот эту ткань но это друзья маловероятно потому что но это я не знаю что надо чтобы они такие знаете колонии такой разрослись корни гнилые сверху я убираю это тоже знаете может быть рассадником всевозможные патогенные среды поэтому лучше всего все что в доступности в такой удалять прям до основания вот видите мог а там хочу осталось за эти годы ну значит как отсветет от орхидея так мы ее с вами пересадим надеюсь за это время с ней ничего плохого не случится такое чтобы не случилось приходится делать профилактику в моем случае сегодня это повторюсь еще раз масло масляное привикур energy так возьму еще пинцет и вот здесь вот немножко оттопырю чешуйки оставшиеся от листьев которые естественные свои отпали так ну вот сухие подрезали убрали вот сколько у нас лишнего еще с той стороны один корешок вот так вот все значит в этом растворе привикур energy орхидея будет стоять минут 20 это и профилактика по подавлению патогенной среды привикура energy из за того что в нем два действующих вещества хорошо подавляют широкий спектр этой патогенной среды вот это у нас и профилактика и заодно одновременно полив пока будет замачиваться я вам покажу как буду поливать значит алладина которого мы с вами вчера срочным образом пересадили а кстати у меня немножко осталось здесь тоже привикура я наверное им тоже взбрызну орхидею значит как я и вчера рассказывал видео что орхидею вот такую нужно поливать у нее корни короткие кто не видел я ссылку оставлю на вчерашнее видео где мы ее пересаживали срочно к сожалению корни старые были которые в воде начали портиться а у этого растения корешки вот такие вот там три-четыре штучки маленьких таких коротеньких но по большому счету недостаточных для пересадки но если уж мы пересадили то орхидею нужно было хорошо зафиксировать что мы сделали чтобы она не шаталась и не нарушала резали на растущих корнях чтобы они не закупились но корням растущим нужно обеспечить влажную среду вот что я собственно сейчас и буду делать поливая орхидею вот так вот под основание как бы вода протекает и чтобы смачивалась смачивались растущие корешки вот эти с которыми мы ее вчера посадили вот так именно вот здесь в начале потому что здесь внутри внизу в горшке ставить орхидею на там две третьих высоты до смысла нету почему потому что корни они вот здесь вверху прям самым то есть получится что мы низ если поставим замочить низ намочится у нас а вверх нет и корни находясь вверху могут пересыхать поэтому значит я поливаю до того момента вот так буду часто это делать раз наверное ну не так как не с такой периодичностью как все свои орхидеи поливаю до а чаще намного потому что пролив он это не ну как бы не полноценный такой полив до когда замачиванием поливаешь замачиванием сейчас вот поливаю орхидеи зима прохладно раз в две недели это самый частый проливом значит буду поливать ну по мере опять же подсыхания но не до конца чтобы подсыхала а чтобы влажный оставался грунт я его буду держать влажным до того момента пока не появятся корни где-то у стенок либо вниз чтобы можно было перейти с этим поливом на уже на замачивание и вот значит проливом буду раз в несколько дней то есть смотреть ну не знаю раз там в четыре дня в пять дней это все зависит от того насколько быстро будет подсыхать грунт но еще раз говорю что он не должен быть сухой он должен быть влажный чтобы быстрее корешки росли тянулись в стороны вот сколько смотрите смыл пыли с грунта грунт у нас здесь повторюсь кокосовые чипсы и архиата кора но вот этот мусор он большинстве своем от архиат потому что она такая знаете как типа галтованая и много на ней вот этой вот пыли вот пыль от самой коры мелкая такая от терлась ну вот собственно вот так это все выглядит можно повторить пролив еще этот с этого горшка до добра в обратном порядке то есть еще намочить чтобы чипсы вот эти сверху кокосовые хорошо промокли набрали воды слежу за цветоносом зама остановит или не остановит это орхидея этот цветонос после нашей пересадки так ну все я думаю достаточно горшок точнее орхидея с кокосовыми чипсами вот чем и хороши кокосовые чипсы что намокает именно кокосовые чипсы не кора и уже будучи мокрыми кокосовые чипсы начинают контактируя с корой потихонечку разрабатывать кору кора начинает тоже в себя впитывать влагу вот и тем самым кокосовые чипсы быстрее делают кору влагоемкой так ну сколько у нас прошло 15 минут наверное 10 вот так у нас грунтик замачивает смотрите как корни напитались сочные зеленые стали но пускай еще постоит а мы полюбуемся с вами сниму я со штатива покажу вам уже так смотрите какая красота бегли просто обалденный такой нежный нежный и у него видите у него вот это вот губа она еще в большинстве своем как будто бы но не не рюшками а такая знаете насечена то есть она не четко ровными краями вот где-то попадаются видите четко ровными а у каких-то вот как у этого цветочка вот такой вот он как борода такая интересная в общем вот такой беглипчик удивительный нежный нежный долго цветет очень долго цвет бесподобный фантастический да он немножко выцветает а со временем становится такой знаете более такое знаете как пожелтевшая бумага но не бежевая а больше как знаете яблочный такой как зеленое яблоко как серединка зеленого яблока знаете вот откусываешь а там вот такая вот мякоть вот такая очень красиво ну и корни соответственно да и вот в посадке значит я хотел что и почему еще показать именно две эти орхидеи значит здесь мы архиату мешали с кокосовыми чипсами архи от ой с этими с мухом сфагнумом мог сфагнум тоже по своим физическим именно свойством влагоемкности быстро без впитывает ее как и кокосовые чипсы но в части значит гниение и разложения мог сфагнум очень быстро разлагается конечно не так быстро как например кора но быстрее чем кокосовые чипсы поэтому если у вас не получается значит найти общий язык с мухом сфагнумом тем более что трудно купить хорошего качества мог сфагнум до найти то берите кокосовые чипсы кокосовые чипсы они по своим физическим свойствам влагоемкости очень хорошо заменяют мох сфагнумом да у них нету свойства кокосовых чипсов как у антисептических как у мха сфагнумом и мох сфагнумом друзья не все правильно сушат продавцы при сушке могут знаете убивать все неправильно суша и получается что продают просто ну знаете траву сухую по большому счету поэтому если покупать мох сфагнум то конечно же живой и самостоятельно его сушить сохранение всех его антисептических и анти бактерицидных свойств ну по крайней мере хотя бы максимально так ну все в принципе сейчас еще пять десять минут орхидеечку подержу воду солью и все орхидеи до следующего полива и мы к ней вернемся через наверно к следующему поливу через две недели летают у нас тут кто-то вылетает это уже не грибной комарик был вот это уже кто это у нас кто-то из возможно вредители сейчас я друзья возьму наш у нас волгограде ноябрь и с улицы еще ток ток первые морозы вот так это у нас и это тоже мы обработаем на всякий случай спрей от насекомых вредителей с улицы летят активно с огорода частный дом только-только минусовые температуры начинаются ночные и вот они ищут пристанище вот приходится так локальный их обрабатывать хотя конечно надо бы батрайдером сделать обработку в общем это уже другая история все друзья вот такая сегодня процедура профилактика через пару недель к этому бегли пчика еще вернемся посмотрим как у нас распустит цветонос свой и заодно посмотрим что у него на поверхности горшка останется не останется это это плесень этот грибок ну и уже после этого сделаем какие-то выводы все друзья всем до встречи в следующем видео всем пока и и и и и и и и и